Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня я расскажу вам о своем новом микрофоне под названием FinFine K658. Как вы уже знаете, мой старый микрофон начал чутка обрахлить и мне захотелось каких-то обновлений. И мне капец как повезло заполучить новый микрофон. За это, кстати, отдельное спасибо компания FinFine. Перед началом видеоролика не забывай ставить лайк, подписываться на канал, дабы не пропустить следующие ролики. И очень надеюсь, что данный видос кому-то поможет при выборе микро. Сразу скажу, что я не эксперт в выборе микрофонов, поскольку мои потребности крайне малы. Ну, во-первых, он должен хорошо звучать, во-вторых, легко подключаться к ПК, чтобы не иметь какую-то дополнительную профессиональную аппаратуру. И, пожалуй, в последнее время мне нужно было, чтобы микрофон по минимуму реагировал на то, что у меня происходит в комнате. Поскольку у меня есть некое эхо, а также, перед смотря стримы, я понимаю, что мой старый микрофон крайне сильно передает мои соприкосновения со столом. В итоге мне удалось получить динамический микрофон FinFine K658. И го, я вам расскажу, что вас встретит в комплекте. Вот такая у нас стильная, я бы сказал, привлекательная коробочка, в которой находятся брошюрки, сам микрофон, настольная подставка для микрофона, паук, конечно же, который должен помочь в поглощении вибрации, провод для подключения и крышка для крепления самого микрофона. На что хотелось бы обратить внимание, все аксессуары и сам микрофон довольно-таки хорошего качества, не дешман. Все стоит плотно, ничего не скрипит, не шатается и это здорово. Ибо, опять же, у моего прошлого микрофона были с качеством чутка проблемы. Микрофон подключается по обычным USB и это не может не радовать, поскольку к данному устройству вам не нужно докупать аудиокарту. Как-то париться насчет того, как его запустить, вы просто берете провод, подключаете его к ПК и устройство готово к использованию. Чтобы вы понимали, на рынке есть более замороченные микрофоны, которые подойдут профессионалам или тем, кому капец как важны супер-мега-тонкие настройки для звука, и с ними возни будет побольше, чем с этим. Я в подобных устройствах обожаю простоту использования, и здесь с этим проблем нет. Когда вы подключаете USB, вы можете заметить, что тут есть еще и разъем для наушников, и это нужно для того, чтобы слышать себя. Мне эта фича не нужна, но многие говорят, что это удобно, особенно при записи и понимании, что ты вообще говоришь. На корпусе вы можете здесь заметить две сенсорные кнопки. Первая это кнопка мьюта, если честно, это очень классная вещь, особенно когда у тебя не было раньше этой кнопки. И по мне во время стрима всегда кто-то звонит, что-то все время спрашивает, и всего лишь одним нажатием на эту кнопку ты можешь сделать так, чтобы какие-то разговоры остались за кадром. Вторая кнопка это кнопка подсветки. Кстати, она тут балдежная, и сразу скажу, что не настраиваемая, то есть она будет работать всегда одинаково. Мне очень нравится вообще в целом, как выглядит микрофон, как минимум в виде его у себя дома, он всегда тебя манит, мол, го, постримим, го, что-нибудь запишем. То есть в нем есть некая эстетика, которая будет радовать тебя и подталкивать на то, чтобы его все-таки использовать. Лично я микрофон прикрутил на такую вот стойку. Паук, кстати, без проблем к нему подошел. Кстати, вот вам технические характеристики для тех, кто любит точные циферки. Но, пожалуй, перейдем к более важным вещам, а именно к качеству звука. Чтобы вы понимали, данный обзор записывается от начала до конца на этот самый микрофон и без какой-либо обработки. Напомню, что он динамический. И для простых пользователей поясняю. Динамические микрофоны, они менее восприимчивы к шумам, которые происходят вокруг. Вы крайне тихо услышите то, что происходит слева, справа и сзади микрофона. То есть он по большей части охватывает лишь одно направление и вот такое вот. Для меня это стало большим плюсом, поскольку ранее у меня был конденсаторный микрофон, который вызывал множество дискомфорта. Он ловил все шумы, несмотря на то, что у меня даже был включен определенный режим направленности. Он крайне чувствительно воспринимал любые звуки на столе. И чтобы вы понимали, это не хэд динамических микрофонов, нет, это просто та характеристика, которая им будет свойственна. В этом же микрофоне такого нет, он воспринимает лишь один поток, а остальное приглушает. Чтобы вы понимали, вот вам некий тест. Раз-два-три, раз-два-три, это некий тест микрофона. Чтобы вы понимали, он ловит вот прямо вот так вот. Да, и, соответственно, сейчас вы его, наверное, слышите супер максимально четко и так далее. И, соответственно, громко. Можем сделать вот такие вот щелчки, чтобы вы тоже это услышали. Давайте щелкну сейчас сзади. Вот, например, я кладу руки на стол. Вот так вот прям долблю. Вот, соответственно, давайте что-нибудь попробуем на клавиатуре сделать. Вот сейчас, например, сзади клавиатура я напечатаю. Давайте попробуем геймпадик от Xbox. Ну, если я буду делать так, то, соответственно, он будет улавливать намного больше. А тут, как бы, если я руки опускаю, то вот. Не знаю, слышите вы или нет. Вот. Также хотел бы, наверное, затестить его вот так. Вот так вот говорю, 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 говорю. Вот, соответственно, ну, звук здесь будет потише, потому что он, опять же, улавливает очень хорошо, лишь вот чисто по прямой, вот. Но в любом случае, мне кажется, его нормально будет слышно, если его просто направить на себя. Вот так вот походим, раз-два-три, 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 раз-два-три. Не знаю, как по мне, мне кажется, это приятнее, чем динамический, потому что, да, динамически охватывает все, но, блин, на стримах это мешает, вот как-то так. Звучит он хорошо или плохо, можете решать сами, но мне очень по кайфу такое звучание, вроде четко и без всяких шумов, плюс его всегда можно обработать, если вам это важно. Плюс по ползунку ВБС я увидел, что он ловит шумов намного меньше, чем предыдущий микрофон, и это кайф. Если вы рассматриваете новый микрофон, то в целом данная модель может вам отлично подойти для простой деятельности, а именно какие-нибудь подкасты, записи геймплея, стримы и подобные вещи. Стоит он всего лишь 100 баксов, и, на мой взгляд, цена качества тут прям приемлемая. Поэтому, если вы захотите заказать подобный микрофон, то ссылочку на него я оставлю в описании. На этом, в принципе, все. Большое вам спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и ждите новых видосов. Спасибо за просмотр, пока-пока.